Заключительный аккорд. Евреям 9 глава. Говорится о том, что все это не могло сделать в совести совершенными, приносящими. Была какая-то проблема у них в совести. Это понятно, да? А вот ведь тишина. И что делала их совесть? Что же скажем? Язычники не искали праведности, получили праведность. Праведность от веры. А Израиль, искавший закон о праведности, не достиг до закона праведности. А Израиль искал чего? Закона чего? Праведности. Упс. А зачем было искать? Закон был дан на горе Синай. Он дан как данность. И, используя свою веру, исполняя закон, евреи достигали чего? Праведности. Только не надо мне сейчас говорить, что наша праведность как запачканная одежда. Да, потому что я вам буду говорить и показывать людей, которые были праведными. Идет речь о том, что невозможно исполнить было закон таким образом, чтобы прийти и сказать, Бог, у меня все нормально, я праведный. Он говорит, не, так не получится. Ты будешь идти этим путем, ты будешь оступаться, но у тебя есть возможность подняться, очиститься и двигаться дальше в соответствии с законом. И для того, чтобы подняться и очиститься, кто тебе нужен? Господь очистить тебя может только Он. Ты не можешь сам. И поэтому у тебя нету своей собственной праведности, у тебя нету своей собственной чистоты. Ты нуждаешься в Нем. Понятно, да? Он наделяет тебя праведностью. Он тебя очищает. Понятно, да? Поэтому им был дан закон, посредством которого они могли, используя веру, потому что без веры не работает, приближаться к Богу. Да? Но здесь послание к римлянам пишет апостол Шауль. Говорит, послушайте, Израиль искал закона праведности. А зачем искать закон о праведности, если он дан им, был закон, посредством которого достигалась праведность? То чего они искали? Какого-то другого закона праведности. Искали они хорошую вещь? Да. Праведность – это хорошо? Но они ее искали, и Он говорит, это было для них проблемой. Почему? Он и спрашивает. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах, в законах. Ибо приткнулись, а камень приткновения. Как написано, вот полагаю, сегодня камень приткновения и камень соблазна. Всякий верующий в Него не постыдится. Была проблема. Они искали не в вере, а в делах. Дела – хорошая ли это часть? Да. Должны ли мы делать дела? Да. Но дела чего? Веры. Дела веры. Дела, которые исходят из нашей веры. Дела, которую мы имеем как дар от Творца. Но не дела ради дел. И не дела служат основанием нашего приближения к Богу. Что делает Израиль? Он говорит, послушай, я чувствую, что я, ну, недостаточно хорош. Я, ну, недостаточно хорош, мне еще хочется сделать вот это. Мяты принести. Тогда я буду, что? Лучше. Я ему, что? Ухожу. Ну, послушай, я еще могу и это сделать. А еще я могу это сделать. А потом я могу это, это и это. Да, забыл, кстати, предупредить. Я это все делаю. А значит, это должны делать и вы. И я начинаю устанавливать закон своей праведности. Я начинаю устанавливать закон своей праведности. Но закон моей праведности, он уже лежит не в плоскости чего? Веры. Он уже лежит в плоскости моих дел. Ну, это понятно, это плохие евреи, это же не про нас все. Мы же никогда не... Поэтому я чисто случайно спрошу, вы с утра молитесь? А хорошо себя чувствуете, если вы помолились? Ну, сколько вы молитесь? 15 минут, 20 минут, час, два, три. По-разному. Окей. Ну, в среднем. Плюс-минус. Ну, сколько? Час. Отлично. У кого как? В среднем час. Ну, есть у нас. Вы уже чувствуете себя плохо? Я понял. Спасибо. Они уже будут чувствовать, понятно. У них есть куда стремиться. А вот, к примеру, как вы себя чувствуете, если вы с утра помолились не час, а минут пять? Хуже. Понятно, да? Ну, это понятно. Я же не вас спрашивал. Я знал, у меня есть эталон. Час. И он уже хуже. И вечером, когда день прошел не очень, ну, так, срывались. Бабушку видели, не помогли ей через улицу перейти. Как вообще? Нормально? По-разному. Но не очень. Не очень, да? Понятно? Или нет? Вопрос не в этом. Установили свою правильность. Основание нашего прихода к Богу какое? Вера во что? То, что он умер, воскрес. И благодаря его жертве мы можем что делать? Ну, мы говорим, послушайте, ну, я еще тут немного помолился. И поэтому, ну, нормально. А если я еще бабушку через дорогу перейду, еще что-то полезное сделал, то я вообще... У меня есть нормальное, твердое основание вообще, хорошо себя чувствовать, когда я к нему иду. И я начинаю устанавливать что? Праведность свою. И она основана на чем? На моих... На моих... На моих делах. И если моя праведность основывается на моих делах, то с течением времени я пойму, что часа мало. Надо час десять, час пятнадцать, час двадцать, час тридцать. И я буду понимать, что все, что я делаю, будет недостаточно. Потому что его праведность, она является таковой, которую я достигнуть никогда не смогу все равно. И Павел говорил, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Богу. Они имеют что? Ревность по Богу. Нормальную, хорошую ревность по Богу, но не по разумению. Не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божьей, усиливается, поставит собственную праведность. Они не покорились праведности Божьей. Мы не покорились тому, что Он нам дал. Нам нужна своя. От наших дел. И говорит, и это есть большая проблема у евреев. Ну, вы знаете, я могу сказать, иногда это есть большая проблема и у меня. Я думаю, здесь есть еще пару человек, которые забывают, что наша праведность, она не от наших дел, а по вере в Него и тому, что Он сделал. И нету другого основания. И у них была проблема. Они приходили, они приходили, и все, что они делали, оно касалось их плоти. Не могущиеся делать совести совершенному приносящего, и которые с ясными питиями, различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Говорит, послушайте, все эти постановления, законы, они были установлены до чего? До времени. Помним? Завет Ноха имел какой характер? Какой характер? Вечный. Завет Авраама? Вечный. А постановление, явство, все, что касалось плоти, имело характер до времени. Еще раз. Которые с явствами, питиями, различными омовениями, обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник, будущих благ, придя с большей совершенностью, скину, не рукотроверной, то есть, не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Он говорит, все, мы получили вечное искупление. Еще раз. Завет. до времени. Не, он не вечный, он до времени. Если до времени, то уже не вечный. Вот наступают дни, когда я заключусь Домом Израиля и Домом Ууды. Что? Новый завет. Значит, время старого прошло. Даже войдя в Новый завет, мы видим исполнение завета Авраама. Видим? Разбирали? Ну, так все понятно опять. Поехали. Поехали. Мы разбирали о том, что верующие из язычников получили обещанного духа, веру благодаря чему? Обетование, данное кому? Живящие в Новом завете до сегодняшнего дня получают и входят в Новый завет благодаря чему? Так что, обетование Авраама потеряло свою силу? Нет. Понятно? Что? Обетование Авраама, чтобы он передавал своим потомкам и чтобы они ходили, творя суд, милость и веру, чтобы они жили и ходили путями отца своего Авраама, что уже не надо, нет? Не надо передавать дальше. Ага, все нормально. то есть этот завет он что? Вот этот завет, говорит, пока солнышко всходит и заходит, с заветом шел, ноя, все в порядке? Говорит, сенье и жатва, холод и зной. Пока, ну, все нормально. Радугу периодически видите? Бывает такое в Одессе? Нормально? Так чего с ним? Все нормально? А здесь говорится, послушайте, он дан до времени исправления. Время исправления наступило? Плохо. Если у вас еще нет, то уже плохо. Уже наступил? Или нет еще? Наступил, значит, все, кино закончилось. И автор послания к евреям говорит, послушайте, ветхое, старое, оно близко к чему? К уничтожению. И он неплохой, он хороший, но он исполнил то, для чего он был дан. Подготовить нас к новому заветов. Как детоводитель. Детоводитель что делает? он взращивает ребенка до определенного возраста, знакомит ребенка с определенными принципами, он готовит его к жизни, и когда он готов к жизни, детоводитель, извините, уже не нужен. И это указывает нам на временный характер Синайского завета. он был призван нас познакомить с некоторыми принципами, подготовить нас к тому времени, когда мы можем уже жениться. потому что новый завет это завет любви, завет свободы, это уже совсем другое качество, в которое мы входим, мы перестаем быть маленькими, уже выросли. И когда мы выросли, мы должны уже руководствоваться чем? Принципами. Все понятно? И этот завет, он был, касался чего? Плоти. И не мог это делать совершенными в совести приходящих. Понятно, нет? И дальше написано. И Бог одним приношением навсегда соделал совершенными освящаемых. А Ешуа одним приношением и навсегда соделал нас какими? Совершенными. И поэтому Новый Завет, он учрежден на других обетованиях, на других основаниях, имеет лучшую надежду, потому что мы соделаны благодаря тому, что Он сделал совершенными где? Тот не мог соделать совершенными где? В совести. А мы совершенны где? В совести. наша совесть очищена от осознания греха. Креплением крови Он очистил нашу совесть от порочных дел, от порочных мыслей. Он соделал нас совершенными в совести, очистив нас от осознания греха. Греха. Значит ли это, что Новый Завет отменяет принципы Божьи? Делает их ненужными, несовершенными? Или все-таки его принципы несовершенными? Итак, мы видим некоторые требования. мы знаем о том, что любое слово, обращенное творцом к творению, становится чем? Закон. И Он дал нам еще один закон, закон совести, по которому будут судимы все люди, живущие на этой земле. Вторая глава послания к римлянам. Понятно, да? Вторая глава послания к римлянам. Понятно, нет? Ну, какую-то реакцию, пожалуйста. Да. Нажли, нет? Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе, законное дело, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует им совесть их, мыслях их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Понятно, да? Ну, я не знаю, уже хочется закончить. вторая глава послания апостола Павла к римлянам. И когда язычники, не имеющие закона, по природе законное дело, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствуют совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Я никогда по благорестованию моему Бог будет судить тайны дела человека через Иисуса Христа. Здесь говорится о чем? Послушайте, друзья мои, оставьте Библию в покое. Если вы не можете быстро, четко найти место Писания, то вы уже пожалуйста слушайте, что я читаю. Потому что я читаю, вы ищете. Когда вы наконец нашли, я уже закончил читать и говорю, вы начинаете читать. Вы слышите о чем я говорю? Уже нет. Если вы не можете быстро найти, слушайте. Потом запишите место дома придете и проверите, правильно или я прочитал. Может я, конечно, не из Библии читаю, а из какого-то другого места. Проверите. Только чуть позже. Хорошо? Давайте поторопимся. Моя основная мысль была о том, что был некий закон совести, данный был в начале. Все, больше ничего. Больше ничего не хотел сказать и не хотел на этом останавливаться. Был закон совести, который был дан человеку в начале. Каждый человек, он на протяжении всего существования человечества имел в себе внутри закон совести, по которому он будет судим в свое время. Мы все дадим отчет имеющему судить живых и мертвых. Это основа нашей веры. Есть творец, есть творение, творение имеет ответственность перед творцом за то, чтобы достигнуть цели. И мы разбирали историю с Нохом в начале нашего общения. Вспомнили? Окей. Просто пожалуйста, немножко соберитесь. Дальше появляется Ноя. Ною был дан завет и закон этого завета. Это понятно? Этот завет, он действует насколько? Пока солнышко всходит, пока жарко, пока холодно, пока сеем, пока жнем, пока существует эта земля, этот завет, что делает? Действует. Дальше мы видим завет Авраама, который становится новым по отношению к завету с Ноем. И этот завет, он вечный, он передается от Авраама сыну его Ицхаку, и дальше он передается сыну его Якову. Смысл этого завета это передать передать своим потомкам, чтобы они ходили путями своих отцов. И в этом завете даны обетования земли, народа и семени. Спасибо. И семени. И эти обетования частично исполнились, частично продолжают исполняться. народ он произвел, окей, землю дал, окей, семя есть, в нем благословляются, благословляются, он еще продолжает действовать. И у него есть план для его народа, Израиля, который еще до конца не исполнится на этой земле. Здесь понятно? Можем ли мы претендовать на обетование завета заключенного с Авраамом? Семя от нас произойдет? Нет, нет, хорошо. Землю, ну, может быть, народ от нас? Понятно, да? Претензии на обетование весьма сомнительны. Но мы имеем часть, которую было обещано Аврааму, что в семени его благословятся какие народы? Все. И когда мы узнаем об этом обетование, это очень приятная, очень хорошая новость. Называется Евангелие. Евангелие спасения. О том, что Ешоа, он пришел на эту землю и умер, кстати говоря, за вас. Для того, чтобы спасти, для того, чтобы благословить. Ну, это мне. Но обещано, что это произойдет было кому? Аврааму. Но я вхожу в его обетование, я вхожу в его наследие по вере в Ешоа, Мессию, чтобы мне получить все, что ему положено. Или, может быть, мне получить обещанного духа верою. Понятно, да? Далее мы видим, что он производит народ и дает народу все, что необходимо народу для его жизни и существования. Он не приходит и говорит, так, ребята, я вас создал, теперь делайте, что хотите. Он так не поступает. Он исполняет обетование данное Аврааму с какого Якова. То, что было дано в пророчестве при заключении завета с Авраамом в 15 главе. Он говорит, послушай, поселю, буду угнетать, в четвертом поколении что сделаю? Выведу и поведу их куда? В землю, которую я обещал. Отлично, взял, вывел. Теперь, так, ребята, вы же не пойдете туда толпой и там начнете делать все, что хотите. Он говорит, не, 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 я вам дам закон. который будет регламентировать все ваши внутренние взаимоотношения и взаимоотношения со мной, чтобы вы себе ничего не изобретали, чтобы вы себе ничего не придумали. Я вам дам совершенный закон, описывающий все аспекты вашей жизни. Но этот закон не сделает вас совершенными в совести. он будет касаться только внешней части и дан вам до чего? До времени. Когда вы возрастете, когда вы поймете, что за правилами существуют кто? Принципы. И вам нужно возрасти и понять принципы. И когда я увижу, что вы уже достаточно взрослые и готовы понять принципы, то придет новый завет, утвержденный на новых основаниях лучший, но который вас будет приводить туда же, в то же самое место ко мне, чтобы вы могли приходить ко мне путем новым и живым и иметь общение со мной. Причем этот завет новый, который я дам, в него могут войти все народы, присоединившись к вам, евреям. Потому что новый завет он заключает с кем? С домом Израиля и домом Иуды. И заключив новый завет, он после этого через 40 лет уничтожает Синайский завет. потому что он был дан временным как подготовка к тому обетованию, которое было дано Аврааму, Ицхаку и Якову. Понятно, нет? Он был дан, чтобы подготовить народ к принятию тому обетованию, которое было дано Аврааму, Ицхаку и Якову. Все имени твоем благословятся все племена земной. Понятно, да? Роль евреев во всем этом понятна? Они должны были сохранить этот завет, они должны были стать теми, кто хранил его слово, кто хранил его завет, и те, кто вступил в новый завет, он пришел к своим, одним, для того, чтобы исполнить обетование, которое он дал в отцу нашему Аврааму, Ицхаку Якову. И когда мы вошли в Новый Завет, мы остались там пока одни, приблизительно первых 14 лет. Дальше Бог приходит к Петру и говорит, послушай, тебе надо пойти в дом Корнилия и сказать ему слова, которым спасется он и весь дом его. Петр идет к Корнилию и говорит эти слова и происходит невероятное. Корнилий спасается. И когда Петр возвращается в Юрусаним, другие из-за брезанных упрекали его, что он ходил к кому? к язычнику. Он говорит, ты зачем это делал? И он говорит, слушайте, я, конечно, понимаю, что я получил верный знак есть свинину. Ну, он же сидел и думал, когда это полотно спускалось, я говорю, закали и ешь. Он говорит, слушай, хотел тебе сказать, что на самом деле ничего не чистого, никогда не кушал. Кстати, играть и кушать не собираюсь. Другими словами, апостол Петр что, соблюдал? Эээ, мои хорошие, кашрут он не соблюдал. Подмена понятия очередная произошла. Он соблюдал законы чистой и нечистой пищи. Кашрут это нечто другое, которое появилось чуть-чуть позже. Поскольку чистой и нечистой пищи уже не существует с точки зрения Синайского закона, если со скота не были принесены первенцы в жертву в храме, скот был каким? Если десятина не была уплачена в храме, урожай был каким? нечистым. А если простите, храма и жертвенника нету, как вы это все сделаете? Курицу над головой правильно. Так вот проблема заключается в том, что возникли вопросы и на них надо было давать ответы. И ответы были даны, но ответы были весьма своеобразные, которые были оторваны от Писания. И люди, которые изначально давали эти ответы, они пришли и спрашивают, слушайте, ребята, а что лучше? Вы знаете, вопросы мы умеем задавать. Что лучше, чтобы народ знал о том, что он грешит и грешил? Или лучше, чтобы он не знал о том, что он грешит и грешил? Вопрос не грешил, вообще не рассматривался. Еще раз? вопрос не... Это мой телефон, расслабьтесь. Я понял. Вопрос не грешил, вообще не рассматривался. То есть, они понимали, что если нету жертвенника, извините, все нечисто. И тогда стоял вопрос, они еще хранили пепелы рожители, лица, они еще совершали обряды очищения. И некоторые приходили к тем, которые перестали есть мясо, говорили, слушайте, кстати, овощи тоже можно не есть. Вы же действительно с них не уплатили? Они тоже? Говорят, кстати, на сукот вода, на жертвенник, под жертвенник не возливалась, поэтому воду можно тоже не пить. Понятно? Поэтому и появилось с течением времени понятие кашрута, которое заменило понятие чистоты. Жертвенник был источником чистоты, то, что прикасалось к жертвеннику, то очищалось, а то, что не прикасалось к жертвеннику, извините. Теперь вопрос. Должны ли мы, верующие Нового Завета, хранить себя и соблюдать законы чистоты? Я не спрашиваю, что подразумевается, я спрашиваю, что вы должны. Не надо мне здесь отвечать вопросом на вопрос, времени у меня нет. Можно да или нет. Я не имею ничего в виду, кроме того, что я хочу получить закрытый ответ на закрытый вопрос. Да или нет. И дискуссию у меня времени нету устраивать. Поэтому, пожалуйста, дайте мне односложный ответ. Должны ли вы соблюдать закон чистоты? Я как-то, очевидно, не по-русски с вами разговариваю. Можно еще раз просто да или нет. Я понял. Кто за то, что да? Один. Все остальные зашел? Еще раз, все остальные. Ну, я не понимаю, ребята, я сейчас закончу это кино. Вы имеете мнение? Вы имеете мнение? Ручки поднимите, пожалуйста. За нет, все нормально. Так вот, да. Вы должны себя хранить неоскверненными от мира. Вы должны хранить себя в чистоте. Это принцип. Это принцип. Значит, вы должны соблюдать закон чистоты. В нем заложен принцип хранить себя неоскверненными от мира. Вы, если руководствуетесь принципом, то вы понимаете, что делать. Если вы руководствуетесь законом, то вы будете привязаны к множеству вещей, которые указывали лишь на то, что вам нужно хранить себя в чистоте для Бога. Они говорили о немногом. И Новый Завет вам ясно и четко говорит о том, что вы должны хранить себя неоскверненными, то есть с какими чистыми. Понятно, о чем я говорю? Принцип остался. Чистота нужна. Мы должны себя хранить. Уже второй вопрос. В чем она будет у вас проявляться? Но когда вы захотите узнать, в чем она будет у вас проявляться, вы должны посмотреть для начала куда? в тот закон и показалось вам, ага, оказывается, вот так, вот так, вот так, вот так поступать, это будет значит грешить. для некоторых людей откровение, что оказывается, когда апостол Павел говорил, пьяницы, бийцы, предлюбодейцы, каталожники, мужеложники, царство Божие не наследует, он просто говорил о том, что он читал в Синайском законе. это оказывается, написано еще там, и там был достаточно широкий список, чего делать не надо, и при всем при этом еще говорилось, что будет, если вы будете так делать. Что там такое? Хорошо, здравствуйте. Итак, понятно? Семь 8. Принцип остался, они никуда не делись. И с точки зрения Синайского закона, вы не поверите, вы находитесь в состоянии чистоты, даже с точки зрения Синайского закона. Я вас не сильно удивил. Каким образом? Если вы не удивились. Понял, не поняли. Понял, не поняли. Я сейчас не про то, что свиней есть нельзя. Я про принцип чистоты Синайского завета. Чистота в Совете Синайе от чего происходило? От чего? От жертвенника. Любая чистота. Любая. Не надо добавлять ключевые слова. Любая чистота. Извините, ритуальное происходило откуда? А нравственное от какого? От кого? Тоже от жертвенника. Вы могли получить нравственную чистоту от того, что вы принесли жертву за грех. Куда? Тоже откуда? От жертвенника. Спасибо большое. Итак, с точки зрения Синайского закона чистота исходила от прикосновения к чему? К жертвеннику в Новом Завете. Она исходит от чего? Ну, Хорошее слово. Правильный ответ. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворную, то есть не такого устроения, не с кровью тельцов и козлов, но с кровью своею, однажды вошел во святилище и приобрел искупление вечное. Куда он вошел? Будучи кем? А жертвы он не был? И принес жертву куда? А там во святилище что было? Жертва? Жертвенник? Богу, я не спрашиваю кому, я спрашиваю что там было? Там был жертвенник, это было святилище, земной храм, земное святилище, это был образ какого храма и святилища? Небесного, тут был жертвенник, а там его не было. Был? Все нормально? Отлично, спасибо большое. как это ни странно, как это ни странно, он является жертвой за что? За грех является он жертвой? Точно вы уверены? является? А о жертве за грех говорится следующее, все, что прикоснется к мясу ее осветится, все, что прикасается к мясу жертвы за грех в Синайском законе, что с ним происходило? Освещалось. Скажите, пожалуйста, вы прикасаетесь к мясу жертвы за грех? Вы прикасаетесь к его телу? А его тело где было? На жертвеннике. А значит, что вы получаете? Упс. С точки зрения какого завета? Этот принцип заложен где был? А в новом завете он сохранен? И если вы не будете принимать причастие, то вы будете извинить не совсем вы нуждаетесь в том, чтобы принимать причастие для того, чтобы вы освещались. И если вы не будете принимать причастие, если вы не будете участвовать в трапезе Господней, и он говорит о том, что вы должны это делать, доколе я не приду, то если вы не будете этого делать, у вас есть определенные проблемы с чистотой. Если неправильно, извините, то можно и умереть. Понятно о чем я говорю? Как в Синайском законе, все то же самое. И в новом завете для нас говорится, слушайте, есть неприятности у тех, кто это неправильно делает, немало болеет, еще, кстати, и умирают. Говорит, не надо, аккуратнее надо, различайте, задавайте вопрос себе, мани штана, чем отличается это от всего остального. если вы не задаете себе этого вопроса, не делайте различия между телом и кровью Господа нашего Иисуса Мессии, то у вас будут проблемы, можно умереть. Здесь понятно? Принципы, они сохранились, они не исчезли, не испарились. Нам нужно понимать принципы, которые Всевышний дал нам в Синайском завете, и он их не упразднил даже в Новом. И не понимая принципов Нового завета, мы можем скатиться в законничество, которое было в Израиле, когда они перестали понимать принципы и оставили важнейший суд, милость и веру. Это понятно? Аллилуйя. Итак, закон нравственный был дан, и он никуда не испарился. Закон Ноха и завет Ноха он был дан и никуда не испарился. Завет Авраама был дан, смысл его абсолютно четкий и понятный для того, чтобы научить своих потомков ходить путями. Он имеет определенное обетование земли, наследие и благословение всеми и не всех народов. Это куда-то испарилось? Никуда не испарилось? Кому-то передалось другому? Никому. Все на месте. Оно было дано Аврааму Ицхаку Иакова и им до сегодняшнего дня их потомкам оно принадлежит. Если кто-то хочет приобщиться к благословениям того завета, он должен стать единым с потомками Авраама Ицхака Иакова. Добро пожаловать в народ Божий под названием евреи. Никуда не денемся, пока мы здесь будем портить жизнь всем остальным. Кто не понял, это была шутка. Итак, им же потомкам Авраама Ицхака Иакова дом Израиля и дом Иуды дан обетование Нового Завета. Им же был дан Синайский Завет до времени наступления Нового Завета, который приводил в то же самое место общение с Богом. Понятно? Теперь понятно, какие заветы в общем-то были, причем часть заветов мы не рассматривали. мы очень поверхностно рассмотрели ключевые моменты о тех заветах, которых мы вспоминаем достаточно часто. Нам нужно помнить о завете Ноха, Авраама, Синае и Ноу. Нам нужно знать о законе совести. И нам нужно понимать, что принципы у Бога никогда не менялись. И нам нужно видеть в заветах законах принципы. Это то, что даст нам возможность жить. Аминь. С чем я вас и поздравляю. Вопросы, пожелания, предложения? Спасибо.